Стар! Участники проходят ворота. Они привыкли нырять в чистые горные реки, когда вокруг скалы и дикая природа. Но в этот раз место действия небольшое, около 200 метров, участок нижнего течения Барнаулки. Но даже здесь, говорят сами спортсмены, впечатлений можно получить море. Это жестко было. Каякинг – спорт относительно молодой. В России и на Алтай он массово пришел еще позже, в конце 20 века. Но в основе, как рассказывают сами участники, древние северные традиции. Каякинг – это зародился в уиске МОСов. Маленькие маневренные суда, на которых можно сплавляться и возвращаться в исходное положение, вверх головой, без выхода из лодки. Но веселый народ, как говорится, каякеры, они придумали себе такие развлечения. Современные каяки – не те, что были у уиски МОСов. Они легкие, обтекаемые и, главное, прочные. Именно такие лучше всего подходят для спортивных состязаний. Сначала проходит квалификация, потом составляются пары, то есть каяки растуты попарно на выбывание. Кто вперед пришел, тот проходит следующий круг. И так до финала. Естественно, кто самый быстрый оказался, самый опытный, тот и остается победителем. В отличие от обычных людей, спортсмены-водники надеялись на первую волну паводка. Тогда сегодня вода была бы метра на полтора выше и течение было бы намного более бурным. Но при желании, как мы видим, можно и тихую речку Барнаулку превратить в спортивный объект. Обычно соревнования по техникам водного туризма проходят на Барнаулке выше по течению. На этот раз организаторы провели каяк-кросс в самом центре города. Объясняют, так хотели привлечь внимание людей к этому увлекательному виду спорта. А еще обратить внимание на то, насколько загрязнена река, давшая имя краевой столице. Параллельно с соревнованиями здесь прошли акции по сбору прибрежного мусора. В горную речку от этого Барнаулка, конечно, не превратилось, но немного чище все же стало. Пеляк, Щетков, Александр Антропов. Наши новости.